Глупенький Денис 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 домой. Мама, смотри! Что? Кто дал тебе такую хорошую цену? Очень достойный джентльмен. Он ничего не говорил. И ты знаешь, где он хранил свои деньги? В голове. Деннис, послушай. Ты потерял нашу курицу, разбил яйца, затопил погреб вином, потратил в пустую пять мешков муки, разбил тарелки, бутылки, вазы и стаканы. Если ты думаешь, что сможешь не обмануть, то сильно ошибаешься. Убирайся отсюда. Схватив метлу, она выгнала его из дома. Я не хочу видеть тебя снова до вечера. Ступай на огород. Итак, Деннис выбежал из дома и пошел рассказывать людям, что у него есть много золотых монет. Это дошло до ушей судей, которые отправились на его поиски. Где ты нашел эти монеты? Один джентльмен дал мне их в уплату за рулон ткани. Какой джентльмен? Джентльмен, который всегда стоит на углу Платановой улицы и Жасмин Роуд. Ну, а это же статуя. Он не сказал, как его зовут, но, возможно, это мистер статуя. Он держал свои деньги в голове. Судьи изумленно уставились друг на друга. Скажи нам, Деннис, когда все это произошло? Это был день, когда я пытался высиживать яйца, потому что моя курица убежала. Судьи снова обменялись взглядами, теперь уже уверенные в том, что Деннис действительно был глуповат. Ты можешь идти домой, парень. Ты свободен. И вот Деннис вернулся домой и счастливо жил там со своей матерью. Немного глуповато, да, но он никому никогда не причинял вреда. И это самое главное.